Итак, приветствую всех! Мы продолжаем наши разговоры о торговой системе, и сегодня хотелось бы говорить также о важности домашнего задания и тренировок. Так вот, мы все время говорим о том, что наша система претерпела некую эволюцию, и на текущий момент сделок совершается немного внутри дня. Отошли мы с Дмитрием от высокочастотной торговли, от скальпинга, от активного, интродэ, суперактивного, и постепенно начали уходить в торговлю с небольшим количеством сделок в день, но с применением большого количества фильтров, и это, в свою очередь, дает возможность совершать сделки наверняка. То есть, когда у вас много фильтров, вы совершаете сделки, и высокая доля вероятности того, что эти сделки будут закрыты по цели с профитом. Так вот, и возникает, знаете, такой может возникнуть вопрос, а как же вот начинающему трейдеру действовать по этой системе, совершать маленькое количество сделок, но при этом учиться. Как же учиться на собственных ошибках, если совершает сделок мало? Обычно, как происходит, трейдер торгует бессистемно, вляпывается в различные ситуации, и таким образом через свои ошибки, через тернии накапливает необходимый опыт, и потом начинает читать графики, видеть рынок и совершать уже осознанную торговлю. В этой же ситуации есть один выход, очень эффективный. Чтобы совершать небольшое количество сделок, но при этом накапливать необходимый опыт, нужно заниматься бумажной торговлей, нужно делать домашнее задание, так называемое, заниматься тренировками. Что за тренировки такие мы предлагаем? Вы торгуете в течение недели, в выходные, там, либо в пятницу, если у вас там полдня не торговые. Нужно совершить тренировку на истории, то есть сделки на истории за вот ту неделю, которую вы отторговали. Вы откатываете в кайке или в другом терминале график назад, на понедельник, и дальше посвечечно проходитесь, как бы перед вами график, как будто это реальные онлайн торги. И вы совершаете бумажные сделки, вы отмечаете, где бы вы зашли в позицию, где бы вы вышли по вашей торговой системе, куда бы поставили стоп, не заглядывая вперед, не заглядывая направо, как будто это реальные торги. Отличительной особенностью здесь является то, что в отличие от реальных торгов, вы здесь можете нажать фактически на паузу. Вы можете немножко приостановиться, вы можете подумать, и для начинающих трейдеров это очень хорошо, потому что многие просто не успевают торговать, когда график движется, особенно на мелком таймфрейме, на минутке, там, на двух-трех минутке, вы не успеваете. Когда же идет тренировка, и вы вот так вот кликаете постепенно, вы успеваете, у вас есть паузы, есть время подумать, ну и постепенно, постепенно вы ускоряетесь, вы понимаете, что пауз становится все меньше и меньше и меньше. В итоге в реальных торгах у вас уже получается соображать быстрее. Скорость реакции уменьшается, и вы действуете так же, как рынок идет, с такой же скоростью. Это вот раз момент, который положительный и дается исключительно в результате вот этих тренировок. А также вы накапливаете необходимый опыт. Вы совершаете вот эти бумажные сделки, которыми, кстати, многие пренебрегают. Говорят, зачем мне бумажный, я буду лучше так торговать. В итоге просаживают кучу денег, а опыт получают такой же. Так зачем просаживать и платить за это большие деньги рынку, если можно его получить бесплатно? Вдумайтесь, да? В итоге вы торгуете на истории, и вот у вас есть неделя, да? Вы отметили, где вы зашли, где вышли. Вы можете посчитать вот этот бумажный финансовый результат за неделю, вы можете так же сделать скриншоты, посмотреть, каждый день вот так разделить. И затем, очень важный момент, нужно обязательно результаты вот этой бумажной торговли и торговли, так сказать, в вакууме, да? Когда на вас ничего не давит, ни деньги, ни вариционка, ни скорость торгов, ни какой-то новостной фон, ни эмоции, ничего. Вот эту идеализированную торговлю, ее результаты, потом сравнить с той торговлей, которая у вас получилась за ту же неделю. То есть сравнить ее с реальными сделками. Именно для этого, когда вы торгуете реально, обязательно нужно делать скриншоты. Нужно делать скриншоты, и на мой взгляд, вот журналы сделок, там, в Excel и так далее, это прошлый век уже. Делайте просто скриншоты, на них подписывайте, где вы зашли, где вышли, по какой формации, какие ли были эмоции, сколько вы заработали, либо теряли. Делайте просто скриншоты. Потом сравнивайте эти скриншоты с результатами идеализированной торговли на истории за тот же период времени. И вы начнете, как бы, накладывая одно на другое, понимать, где вы поддались эмоциям, где вас не было перед компьютером, когда была классная формация, и в следующий раз вы в это время не уйдете. Значит, где ваши сделки совпали с историческими, да, ну и так далее. Вы будете понимать на вот этом контрасте ваши пробелы, и впоследствии эти пробелы просто постепенно убирать, 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 до того момента, пока ваша реальная торговля не станет практически такой же, ну, по крайней мере, там, на 80-90%, как вы торгуете на истории. Также плюсом вот этой тренировки является то, что вы начинаете получать прибыль, потому что торговля у вас улучшается, потому что, во-первых, вы начинаете верить в систему. На истории вы проторговали, вы поняли, система отлично, система работает. Если бы я не поддался эмоциям, если бы не ушел не вовремя, там, на обед, если бы, там, меня не отвлекли, я бы взошел в эту сделку, получил бы плюс. И выровнял бы там минус, который получил до этого. В итоге вы начинаете верить в систему, у вас эта уверенность появляется в реальной торговле, у вас уменьшается скорость реакции, вернее, скорость, да, скорость уменьшается, вы быстрее реагируете. И в итоге вы начинаете торговать лучше, а это, в принципе, то, к чему мы все с вами идем. Проторгуете так год, вот в таком режиме, да, каждую неделю после реальной торговли сравниваете с историей. Уделите этому, ну, сначала этого, может быть, у вас там полдня будет уделяться, там, вторая половина пятницы или первая половина субботы, например. Потом вы это будете делать быстрее, да, в итоге это, может, у вас час-полтора в неделю займет, но результат торговли будет постепенно-постепенно приближаться к тому результату, который вы получаете на исторических данных. Очень эффективная вещь, проторгуете так год и все, вы будете непобедимы. Один вопрос, да, кто вас заставит? Заставить себя можете только вы сами. Ну, или приходите к нам, мы вас будем в дилинге просто стягать и заставлять тренироваться, заставлять работать и так далее, и так далее. Двойки ставить, если вы этого не будете делать. То есть, кому-то нужно просто, чтобы их заставляли, как в спортзале с личным тренером, да, кто-то приходит в спортзал и занимается самостоятельно по программе, ну, таких меньшинство. Тем не менее, очень высокоэффективная тренировка, и это то, о чем я вам хотел сегодня рассказать. Так что, ребята, тренируйтесь, тренируйтесь, тяжело в учении, легко в бою, как говорится. На этом на сегодня все, и увидимся в следующий раз. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!